Друзья, здравствуйте! Вы на YouTube-канале Униана, программа «Аргумент». Вы знаете, что делать. Нужно подписаться на Униан, поставить лайк этому видео, нажать колокольчик, поделиться этим видео и, конечно же, оставить свои комментарии под ним. И я рада вам представить нашего гостя, очень приятного, эмоционального нашего спикера. Это Вячеслав Мальцев, российский оппозиционный политик. Значит, сейчас я точно скажу. Глава Всенародного комитета по борьбе с бункерным дедом. Вот так. Я все правильно сказала, Вячеслав Вячеславович? Да, да. Спасибо. Вячеслав Вячеславович, здравствуйте, Райты, что нашли для нас время. Здравствуйте, я тоже очень рад. Давайте начнем с буквально вчерашнего, очередного перла, в кавычках, бункерного деда касательно происхождения Владимира Зеленского, да и вообще о евреях. Значит, давайте дословно я сейчас процитирую, как бы мне этого не хотелось. Этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает те, кто возглавлял в свое время Холокост в Украине, а это уничтожение полутора миллионов человек. И добавил, что это вот бандеровцы уничтожили полтора миллиона евреев. Это же не первый подобный выход. Как полагаете, с какой целью он вбрасывает настолько деликатную тему, на кого это рассчитано? В Киеве, кстати, уже отреагировали на этот бред. А должны ли на такое реагировать, отвечать, скажем, в Израиле, к примеру? Не знаю насчет Израиля, они сами там подумают, как отвечать. Но еврейская тема всегда поднимается тогда, когда уже нечего сказать, обратить внимание. Причем как стоит, так и с другой стороны. Это спекуляция, которая, ну, в общем-то, уже стала такой стандартной. И Путин, наверное, не сам это сделал. Он не умный человек. Не сильно умный, прямо скажем. У него есть друзья, там, типа Ротенбергов, которые говорят, а что ты? Давай разыгрывай эту карту. Почему нет-то? Все прекрасно будет сразу же. То есть сразу же он наводит тень на плетень, так скажем. То есть какие-то ватники в России вообще просто у них крыш съезжает, да? Какие-то его еврейские друзья, которые тоже есть и которые являются членами международного преступного сообщества, такие как Абрамович, они тоже могут эту карту запросто запустить. Скажем, ну, видите, вот в какой-то степени он прав, да, и так далее. То есть не, они в прямую, конечно, никой Абрамович в прямую не вылезет и не скажет, но те средства массовой информации, которые, так скажем, работают с ним, могут запросто использовать это. И людей очень много не сильно думающих, да, они как-то схватывают то, что им сказали. Не обязательно Путин сказал, потому что это будет 10 раз продублировано, сотни раз по-всякому представлено. И любой вопрос сейчас в современном мире можно заболтать, если вдруг вспомнить про евреев. Любой вопрос. То есть и с этой стороны атаковать, и с той, и все. И будет вот эта тема постоянно. Почему? Потому что огромное количество персонажей медийных евреев, и для них очень это больная тема. И как только затронули за больную, они сразу начинают об этом говорить. И все. И уже не про что, уже никто не думает, не помнит. Вот обсуждают, кто здесь прав, кто не прав. Совершенно безразлично, кто прав, кто не прав, потому что заболтывается основное. И так, в общем-то, мы видим уже последние годы стабильно происходит. И международное организованное преступное сообщество очень часто этим пользуется и достаточно успешно. Да, в принципе, вчера же на этой же встрече со школьниками я прямо сейчас вспомнила, что он сказал, что гены – это враг человечества, генная инженерия – это враг человечества. Я представляю бедных этих школьников, которым президент говорит такой бред. Связан ли этот бред с тем, что что-то надо было заговорить, от чего-то отвлечь внимание? Нет, это больная тема Путина. Генная инженерия и все, что связано с генетикой – это очень больная тема Путина. Он выделял огромное количество денег. Он свою дочку на эти проекты ставил. Целью было бессмертие. Ну или продление, невероятное продление жизни. Ничего не получилось. Все деньги украли, все развалили. И теперь озлобление бешеное, представляете? Это некая тема богоборчества, конечно. Как человек очень слабый внутренний, как человек не очень умный, он такие поражения с трудом принимает. Вспомните Сталина, когда Богданов пытался спасти старых революционеров, которые были все туберкулезные, прошли через каторги путем переливания крови. Но он не знал, что такое резус, перелил себе не ту кровь и умер. Когда хоронили Богданова, академик-богомолец, ну тогда еще не академик, а его заместитель, руководитель Института переливания крови, подошел к Сталину в хоронах и сказал, человек может жить 150 лет. Сталин – опа! А хотелось Сталину жить 150 лет. И он говорит, что для этого нужно? Ну как еще для этого нужно? Финансирование нужно, все. И понеслось. То есть Богомолец становится академиком Академии наук Украины, потом СССР, сталинские, там всякие премии, ленинские, какие угодно, все там полный аттаз, да? В 46-м или 47-м году, я не помню, он умирает. Причем возраст такой нежный достаточно был, то есть лет 67 ему было, ну точно не 150. А Сталин все время финансировал, поддерживал. Когда Сталину доложили, он сидел, говорит, смотрел в точку, а потом сказал, он мошенник, всех обманул. Вот Сталин нашел в себе силы, да, и как бы юмор, чтобы понять, что ну да, 150 не получится, придется подохнуть 73, да, и, а Путин не может в себе таких сил найти. То есть он все это простроил, все, что связано с генетикой, дочку даже свою поставил, ну чтобы уж точно получилось. Оттуда ему выкатили кардан. Это такое послание, так скажем, от тех, кто рулит этим миром. Реально там боженька это или это компьютерная симуляция, и программа не позволяет делать такие вещи и так далее. Ну в любом случае он получил отклуб. И что говорит Путин? Он говорит, что генетика там, генетическое оружие страшное какое-то. То есть у него мысли только вот два направления. Как ему жить вечно и какое может быть страшное оружие. То есть как убить всех остальных? Он живет вечно, все остальные умирают. Это Малифик, понимаете? То есть зловредитель. Тот самый зловредитель, про которого написано, в общем-то, Малиус Малификарум, молот-ведьм. Потому что как это, ну не парадоксально, но все равно такие лица, так их назовем, которые всегда выбирают путь зла, они очень часто рождаются в человечестве. То есть вот они как раз генетически другие. Это вот как раз самое страшное генетическое оружие. И если вспомнить моего, так сказать, предшественника-криминолога Ломбразо, то помните, он имел, так сказать, смелость заявить, что преступники имеют некие типы. И все это связано с антропологией человека. Вот такое, если у него лицо, значит, это такой преступник. Если такая голова, такой преступник. Потом оказалось, конечно, что это не выдерживает никакой критики. Но Ломбразо-то был прав. То есть вот эти люди, по крайней мере, Малифики, они абсолютно другие, генетические. Точно так же Ломбразо говорил о неком типе анархиста, который противодействует всегда вот таким злодеям. То есть есть антиподы. Вот он перед вами. И, наверное, тоже генетически другой, по крайней мере, анатомически. В этом Ломбразо оказался прав, что такие люди анатомически другие. У них сердце другое немножко. Поэтому сейчас это наука абсолютно легко доказывает. То есть из таких получаются хорошие солдаты, хорошие полицейские, хорошие судьи. И при этом анархисты, которые противодействуют государству, ненавидят государство. Это вот парадокс анархистов. По поводу государства Турции в частности. Не можем не обсудить с вами итоги встречи с Эрдоганом. Никаких сенсаций, по крайней мере, публично не произошло. Зерновую сделку так и не возобновляет Российская Федерация. Путин, как этот хопник во дворе, жалуется, что Киев не хочет с ним вести переговоры. Эрдоган делает нейтральные заявления вашим и нашим. Вячеслав, есть ли у вас объяснения, зачем Эрдоган сам полетел в Россию? Раз, мы же помним, как в Кремле публично отказались организовать визит в Турцию. У страха глаза велики. Ордер на арест Международного криминального суда никто не отменял. И тут едет Эрдоган в Турцию, жмёт ему руку, хлопает по плечу. Что это было по-вашему? Эрдоган приезжает к Путину всегда, когда у него есть вопросы, которые он хочет решить. И он всегда эти вопросы решает. Если вам кто-то сказал, что они там ничего не решили, это ложь полнейшая. Они всё решили, абсолютно всё, что им нужно. Что Путин особо сильно интересует зерновая сделка. Только за август месяц Путин продал зерна в 7 миллионов 700 тысяч тонн. Кому продал? В основном Эрдогану, который производит муку. То есть, если Путин продаёт зерно, то Эрдоган продаёт муку. Является главным. Ну, я имею в виду Турция. Ну, там его ходы все. Да, Путин, конечно, боялся ехать в Турцию, потому что боялся, что Эрдоган его там арестует. Ну, как-то он не верит Эрдогану и правильно делает. И, конечно, тот мог так развести Путина, пригласить и издать в Международный суд Гаги, а самому устроить в России восстание мигрантов, отделение Башкирии и Татарии и прочее. Так бы и было, если Путин поехал. Сто процентов. Поэтому Путин... Хотел ехать, но очень интересным путём. Мы это просчитали, проследили и видели, что идёт колоссальная подготовка к этому. То есть, был готов Черноморский флот, были готовы две подводные лодки. Путин хотел пересечь в Чёрное море на подводной лодке, на одной из двух. Шли вот две подводные лодки и организовать встречу на корабле с Эрдоганом. То есть, вроде бы, как в территориальных водах Турции, формально в Турции, но как там Черчилль с Рузвельтом, встреча на корабле и так далее. Но в последний момент, ну, может быть, потому что мы такую информацию выкатили, потому что мы заявили о том, что видим признаки подготовки такого визита, да? Может быть, по какой-то другой причине. Вернее, ну, я-то заявил уже тогда, честно говоря, когда отказались. Мы видели, что они готовили, готовили, а потом, вероятно, отказались, потому что, ну, я не скажу почему, но видели, что отказались. Вот, Эрдоган приехал к Путину, и мы видим накал очень серьёзный на границе Азербайджана и Армении. И именно этот вопрос приехал решать Эрдоган. Что же ему зерно какое-то нужно? Нет. То есть, он приехал решать даже не армянский вопрос, а тюркский вопрос. Вот посмотрите, что происходит. Да, сейчас там огромное сосредоточение вертолётов, танков. Азербайджан таскает оружие из Турции и готовится к войне с Арменией. Будет ли война с Арменией или нет, мы не знаем. Вы знаете, я думаю, что даже Алиев не знает, будет ли война с Арменией. Он занимается запугиванием. То есть, сейчас идёт очень важный элемент наращивания силы, формирования мобилизационных резервов серьёзных и запугивания. То есть, Армян запугали уже до потери сознания. Там Пашинян, видите, пытается соскочить с ОДКБ и прочее. Причём это ошибка, конечно, Пашинян, Армян ошибка. То есть, если бы он пришёл, как только пришёл к власти, сразу же разорвал отношения с Путиным, стал бы формировать нормальные вооружённые силы. Огромное количество, так скажем, по всему миру. То есть, Армян, которые имеют деньги, являются преступниками или не являются, являются бизнесменами и так далее, участвуют там в преступных сообществах и не участвуют, это в данном случае не имеет никакого значения, кто они. Но они могли бы помогать Армении. Они могли бы собрать деньги. При умном руководителе можно было бы быстро приобрести самые современные средства ведения войны и приобрести также, может быть, не средства ведения войны, но то, что можно приспособить для ведения войны. Ну, то есть, какие-то дроны, которые, может быть, и не являются военными, но стоят дёшево, и против которых Азербайджан был бы абсолютно бессилен. Ну, там, сельскохозяйственные дроны, которые копеечку стоят, а настроить их сделать, чтобы они уничтожали там целые армии, и вообще не представляется никакого труда. Тем более, что у армян за рубежом огромное количество своих инженеров, это достаточно грамотные люди и так далее. Но, видите, этого не произошло, потому что, ну, Пшинян решал другие вопросы. Сейчас жизнь, как говорится, висит на глазке. Я тогда предупреждал много лет назад, что, ребят, если вы не создадите армию, не уйдёте от Путина, то вы увидите Эрдогана в Ереване. И, в общем-то, это совершенно очевидно. Но вы знаете, сейчас Эрдоган не хочет быть в Ереване. Вот в чём дело. Нет, вернее, он хочет, но это не главная цель. То, что вы видите, это игра и очень серьёзная игра. Ну, вот представьте себе на секунду. Каждый день по три, как минимум, рейса совершаются из Израиля. И Израиль даёт оружие Азербайджану. Что же он даёт оружие против Армении, что ли? Ну, вот представьте себе на секунду. Израиль даёт оружие самое современное против Армении. Это вероятно. Это маловероятно. То есть, потому что будут репутационные потери, скандалы и так далее. Так против кого даёт оружие Израиль? А, против Ирана. Иран враг Израиля, а не Армения. Поэтому всё, что мы сейчас видим, это театрализованное представление, связанное исключительно, ну, не исключительно. Цели две, конечно. Армения тоже остаётся целью, безусловно. Но главная цель – это Южный Азербайджан. 16 миллионов азербайджанцев, находящихся в Иране. Огромная территория. Ирдоган проиграл. Он договорился с Китаем. Китай его кинул. Китай подружил Саудовскую Аравию с Ираном. И таким образом реального врага Ирана и естественного союзника Ирдогана он просто убрал с поля. Ирдоган слаб. И вместе с Саудовской Аравией он был бы очень силён против Ирана. А в данном случае он, в общем-то, оказался слабее. И теперь он, Ирдоган, решил, я думаю, этот вопрос таким образом. То есть максимально накачать Азербайджан, максимальные условия создать для передачи оружия Южному Азербайджану и устроить восстание в Южном Азербайджане. Так что смотрим. Если там начнутся сейчас протесты какие-то, то, значит, будет абсолютно ясно, что начинается вот эта фаза, связанная с Южным Азербайджаном наш. То есть это уже много раз все проходили. И аннексия Южного Азербайджана возможна. Иран сейчас наиболее слаб. Даже при поддержке Китая он навряд ли сможет удержать Южный Азербайджан, если начнется восстание. Потому что внутри самого Азербайджана тоже начнется восстание. Вот эти черти Айталы, они там всех затрахали, извиняюсь за выражение. Плюс талибы хотят с кем-нибудь воевать хоть с кем-нибудь. То есть им, ну что же, им работать, что ли, там, сисеть, пахать. Они что, дураки? Они хотят с кем-то воевать. То есть, ну, если их большой друг Эмир Катара даст им такую команду, то, возможно, они не послушают Китай. Хотя Китай на них сильно давит. Но обратите внимание, оружие у талибов от американцев, власть у талибов из Катара, от Эмира Катара, да, из Дахи, так скажем. Ну, то есть может случиться такой вариант, что при определенных обстоятельствах они примут решение отколоть Иран. И если это случится, то есть восстание в Южном Азербайджане, атака талибов и восстание в Иране внутри, власть Ирана, скорее всего, не удержится. И тогда Эрдоган получит Азербайджан, ну, Южный Азербайджан. А с Арменией он решит после этого мгновенно. То есть Армения после этого не спасет вообще ничего. То есть можно будет даже про войну не говорить. Какая война? Сейчас-то уже те силы, которыми располагает Азербайджан, вот эти огромные силы, они уже превышают во много раз армию Армении. И у армян ни одного шанса нет. То есть при том пораженческом настроении, которое в Армении, и при той технике старой, слабой, которая там была передана России, ничего нового же Армения почему-то не приобрела. Я только не понимаю, почему. И денег вроде навалом, да, и армения по всему миру. Но не готовились, да. И вот сейчас мы видим, что Азербайджан обладает самым современным оружием на сегодняшний день. Ну, по крайней мере, Турция снабдила, Израиль снабдила и так далее. Какое решение примет? Ну, я уверен, что когда Израиль давал оружие, наверное, все-таки была договоренность, что против Армении, наверное, не применяйте его, потому что, ну, будут у нас проблемы какие-то. Сдержат Алиев слово, не сдержат, я не знаю. Но с Израилем навряд ли он захочет ругаться. Израиль является его стратегическим партнером. Лучше дружить, да. То есть они находятся, в принципе, в одних окопах с Алиевым. Поэтому лучше дружить. И если когда-то и произойдет размежевание, то, наверное, это произойдет не скоро. Поэтому сейчас нужно ожидать очень серьезных вспышек на Ближнем Востоке. И не только в этом регионе. Там Азербайджан, Армения, Азербайджан, Иран. Я думаю, Курдистан начнет сейчас очень кипеть сильно. Потому что те силы, которые захотят противодействовать вот этим событиям, они будут, наверное, все-таки... Ну, я бы на их месте так и сделал. То есть я бы использовал курдскую карту. Потому что, ну, все-таки курдов больше 40 миллионов. И, конечно, определенные силы... Ну, например, возьмем США. Они боятся использовать эту карту. Потому что это неуправляемая сила. А вот Китай вполне может. А почему нет? Я бы на их месте так и сделал. Запустить все это так, чтобы там... Так вот, Путин с Эрдоганом как раз на этой теме беседовал. Я понимаю, что Эрдоган в прямую Путину ничего не говорил. Ему нужно было добиться вот это, это, это. Ну, то есть он поставил какие-то себе задачи, что вот вы там... Если мы будем это делать, вы будете вмешиваться? Нет, не будем. Ну, там, я уверен, что он говорил, мы собираемся там на Армению нападать. Хотя это не так, не совсем так. Будете вмешиваться? Он говорит, нет, не будем. Хорошо, давай договорились по рукам, по рукам. Не будете вмешиваться. Мы собираемся тот... Я не думаю, что он ему в прямую сказал, что мы собираемся Южный Азербайджан обжать. Вы там, вы как себя поведете? Он, в данном случае, Путин никак не может повести себя. Он не может быть сторонником Ирана, да, или противником Ирана. Он, в данном случае, вне игры. Ну, хотя у них есть отношения, он там какие-то шахеды получает и так далее. Но это такая ерунда. А вот с точки зрения Армении, да, его можно было вывести на такой разговор. И еще и дезинформировать. Это же тоже очень важная задача. Поэтому Эрдоган приезжал. Он всегда решает два вопроса. То есть первый вопрос – это свой личный финансовый. И от Путина он всегда приводит очень много денег. Да, в клюве. Помните, да, так это запись, прослушка телефонного разговора Эрдогана и его сына, как миллиард долларов выносили у него из дома, потому что боялись обыска. А так как миллиард долларов – это было 10 тонн, то, значит, сын его один не мог это попереть, потому что прямая кишка бы вылезла. Да, ему Эрдоган отправлял грузчиков, они там что-то грузили, прятали, а потом звонит там, что там осталось, тот говорит, там 30 миллионов осталось, ну, это херня, 300 килограмм, я один донесу. Ну, и так далее. То есть разговор этот есть, он подлинный, и понятно, что в основном эти деньги как раз упали от Вовы Путина. Да, то есть я думаю, что и в этот раз он что-то унес к клюве. Поэтому у него два направления у Эрдогана. Своё собственное, личное, но у него Путина не такой патологически жадный, деньги ему нужны для своей политической карьеры, для реализации своих амбиций. Но самое главное, для чего нужен Путин, переговоры и что нужно действительно Эрдогану, это его тюркский мир. Он фанатик, безусловно, он пан-тюркист, он, как там говорят, что он чуть ли не ортодоксальный, мусульманин, всё это херня полная. То есть религия ему нужна именно только для политических целей, он абсолютно не религиозен, он именно пан-тюркист. То есть его задача – создание Османской империи, задача – создание тюркского мира. И в этом смысле он видит Турцию огромной. Посмотрите, карты тюркского мира, которые они рисуют. Турция, туда входит Азербайджан обязательно, туда входит Узбекистан, туда входит Туркмения, туда входит Киргизия, Казахстан. И российские республики начинают Якутии, да, и кончая Татарии, потому что они все тюркские. И получается, единая карта тюркского мира, там нет никаких разделений, там всё ровно получается. Это тюркский мир. Понятно, что так видят Айрдоган, китайцы видят абсолютно по-другому. То есть они Россию видят у себя. Поэтому это нестыковка. Они постоянно договаривались, да, вот уничтожение Таджикистана, которое сейчас происходит, и это полностью результат договорённости Айрдогана и Сыдзенпина. То есть обратите внимание, таджиков на территории России и живёт уже больше, чем в Таджикистане. Зачем? Китай освобождает землю Таджикистана, он её считает своей, ну или, по крайней мере, считает нужной себе. Как-то очень спокойно прошло, что в 2013 году Китай за долги забрал полторы тысячи квадратных километров на горном Бадакшане в Таджикистане. И никто, ни ООН, никто не стали ничего возмущаться. Ну да, это какие-то их внутренние вопросы. Какие внутренние произошла аннексия абсолютно. открытые. Все промолчали, и Китай будет так продолжать действовать дальше. Я думаю, что за долги не только Таджикистан он заберёт, а и многие другие страны. Но вот, конечно, я говорю, в договорённости между Айрдоганом и Китаем, наверное, звучало, что вот там влияние, общее влияние они имеют на какие-то там тюркские республики тип Казахстана, а вот Таджикистан полностью под Китай, Южный Азербайджан полностью под Турок и так далее. То есть они поделили мир. Но Китай после этого, после того, как они поделили мир, решил, что зачем договорённости свои соблюдать? Это же китайцы. То есть для них обмануть, и это вот часть национальной культуры, петь в красной маске, как они называют, или петь в белой маске. То есть быть добрым, то есть казаться добрым или казаться злым, для них это абсолютно одинаково. Поэтому они устроили такой вот нож в спину Эрдогану в виде дружбы Китая и Саудовской Аравии, на что Эрдоган вообще никогда не мог рассчитывать. Он считал, что это незыблемые величины. Они всегда враги. И они вдруг раз и друзья. И вся картина мира, вот этого тюркского мира, у него рушится сразу и мгновенно. Потому что в основе этой картины он нарисовал исламизм, мусульманс. А тут получилось, что без него обошлись. И, конечно, он сейчас очень сильно торопится. И противоборство вот этих лидеров, может быть, самых сильных лидеров современного мира, Эрдогана и Са Цзиньпина, оно прямо сейчас очень явно и очевидно. Ну да, конечно, Эрдоган не догоняет многих вещей, которые понимает Са Цзиньпин в силу своего жизненного опыта, образования и так далее. В силу того, что он марксист, в силу того, что он маоист, он видит мир несколько иначе. И видит его более справедливо и более объективно, чем Эрдоган. Эрдоган не видит объективную картину мира, но он достаточно опытный политик и очень хитрый чувак, который простраивает очень невероятные комбинации. Они тактические, эти комбинации, но они имеют стратегические результаты и очень серьезные. И, между прочим, когда еще Эрдоган... Ну, был, нет, никто и звать никак просто политик. Собственно, как и Са Цзиньпин. Я помню, еще в первых своих эфирах, в 2013 году, а до этого еще в Твиттере, всегда писал, что если бы я был руководителем России, то вот этого человека, имея в виду Эрдогана и Са Цзиньпина, я бы 100% зачистил. То есть любые бы деньги отдал, произвел бы любые акции, чтобы их не было либо чисто физически, либо на политическом Олимпе, при помощи всяких провокаций, кого угодно. Потому что я абсолютно четко знал, что Эрдоган узурпирует. И писал всегда и говорил, власть Турции, а Са Цзиньпин в Китае. Еще в 2013 году, когда Са Цзиньпин не был председателем КПК, я говорил, что он изменит конституцию. Он так и изменил, и стал маоподобным, я тогда говорил. Он хочет реально превзойти Мао Цзэдуна, хочет реально превзойти первого императора Китая, Цзиньши Хуан Дзи. И ориентируется на то, чтобы стать над ними, возвеличиться. Ну, уже, если честно, рябит в глазах тех, кто хочет над кем-то возвеличиться. И Путин, не знаю, все эти диктаторы. А если брать вот этот тюркский мир, который может прийти на смену русскому миру, либо параллельно идти с русским миром, по-вашему, как это может повлиять на войну в Украине? Война тут, наоборот, тут поиссим со следствием немножко. Наоборот, война в Украине может повлиять на установление тюркского мира. То есть, я думаю, что как только будет освобожден Крым, как только будет освобожден Крым, так мгновенно в тюркских республиках начнется восстание. То есть, сразу, поскольку вот этот Крым наш, он настолько будоражит, беспокоит, и потеря Крыма, она вызовет, ну, Путиным потерю. Потому что воспринимают, что Путин вот там дал России Крым, а так нет ничего. Ну, был Крым, нет Крыма. Чего тебе дал Путин? Ничего не дал. И, естественно, сразу же в национальных республиках возникнет вопрос, что будет перенос войны на территорию России, а мы не Россия, нам нафиг это не нужно. И так далее. И поэтому, я думаю, что те, кто сейчас находится там в парламентах, ну, так называемая элита, я не люблю это слово, правящий класс, национальный правящий класс в этих республиках, примут сразу декларацию независимости. Причем они давно к этому готовы. Обратите внимание, Кремль запретил называться руководителем республик различных, президентами, что они придумали. И когда меня спрашивали, вот они изменят это название президента, я говорю, конечно, изменят. А на какое название? Я говорю, ну, на какое-нибудь свое. Ну, любое. Там вот в Татарии, например, я говорю, назовутся ямыркой. Я говорю, мне говорят, что такое ямырка? Я говорю, это игра такая во рту ложка, да, в ложке яйцо, и надо бегать с этим. Ну, любое. Возьмут татарское слово и назовут так руководителя. Но назвали-то они не ямыркой, назвали они по-другому, да. И почему? Потому что, когда подписал это там глава какой-нибудь администрации, декларацию независимости или еще что-то, это, ну, это не то, да. А когда подписал человек, у которого есть какой-то титул для всех совершенно непонятный, но обозначающий, что он атаман, что он главарь, что он руководитель, ну, это вполне удобоваримо смотрится, да, вот там парламент декларацию независимости выдал, да, как татар-то он называется, точно так же, как палестинская автономия и командир, точно так же, как капитан пиратского судна у мавров этот, господи, я забыл, как он называется, спрашиваю. Это не важно, Вячеслав Вячеслав Вячеславович, это уже не важно. Давайте от пиркского мира, очень, кстати, вы заинтриговали этой историей. Да, да, извиняюсь, еще нужно понимать, когда это все случится, это будет очень здорово обеспечено восстанием мигрантов. Мы знаем, что мигранты давно готовы к восстанию, что диаспора давно их подготовили. на декабрь месяц прошлого года более миллиона мигрантов были готовы выступить, и диаспоры проводили все время мониторинг, после этого приехало еще больше мигрантов в Россию, многие получили паспорта российские, многие уже получили разрешение на оружие и его купили. То есть, вот человек не говорит по-русски, но у него есть русский паспорт и уже есть ружье. Можете себе представить, и кто это, кто-то ему дал деньги и на оформление паспорта, и на оформление разрешения на оружие, это достаточно дорого стоит, даже на ружье и боеприпасы. Кто же этот замечательный человек? И мы видим работу спецслужб Турции, открытую работу по всей территории России все время правления Путина. Все время правления Путина открыто работают турки, Песков вообще не скрывается, что он является агентом влияния Турции. Песков это шпион, турецкий шпион, если вы не знали, пожалуйста. Первый раз слышу. Вы видите, как здорово. А он работает в интересах Турции, сливает всю информацию, взаимодействует с ними и очень часто, вы думаете, Путин об этом не знает? Вы что, думаете, Путин не знает, что руководители татарии таскают деньги в чемоданах в Турцию и в турецкие банки эти деньги сдают. И Турция нормально принимает, потому что знает, от кого собираются деньги со всей России, со всех структур, кстати, в том числе и со структур Виксельберга. Он участвует в этом. В чёрном мире участвует Виксельберг, как ни странно. и деньги, которые они собирают, они отправляют. Мы знаем об этом. Почему знаем? Потому что в один из чемоданов попал GPS-трекер. И мы знаем, куда чемодан приехал с деньгами. Вот такая интересная история. Оказался он в столице Турции, Анкаре, в банке. Очень хорошо просматривался. Как интересно слушать, получается, Эрдоган намного больше, грубо говоря, в свои щупальцы впустил в Российскую Федерацию, по крайней мере, это кажется со стороны. И в Европу тоже. Эрдоган очень серьёзный. Лично в Европе он работает очень серьёзно. Если Эрдоган такой влиятельный человек, то получается, ему просто невыгодно самому продолжать зерновую сделку в таком варианте, как она была. То есть, получается, он уже может на Путина повлиять, чтобы её возобновить? Нет, Эрдоган может на Путина повлиять в любом виде. Он влияет на Путина, как удав на кролика. Значит, Эрдогану не самому не очень она нужна в таком виде. Возможно, он может набивать цену, он может наводить тень на плетень, чтобы его попросили. Он сейчас в мире очень влиятельная фигура, и европейцы, и американцы всё чаще обращаются к Эрдогану. Он для них интересен, он много нитей держит в своих руках, то есть его уровень, я говорю, это как уровень политика первой величины, таких очень мало сейчас на земле. Я говорю, ну, я вижу только двоих, Сыдзинпин, Эрдоган, но такие были Черчилля подобные ещё. То есть, если Сыдзинпин с Эрдоганом это такие, Суницен, да, с этатюрком, ну, хотя Эрдоган ненавидит Ататюрка внутренне, считает его неправильным, да, то вот такие Черчилля подобные, конечно, это Борис Джонсон и Зеленский, но они гораздо слабее. Мы видим, что они проигрывают очень сильно этим ребятам. То есть, Борису Джонсона вообще отодвинули от политики. Зеленский вынужден идти всё время на компромисс, с кем-то договариваться и больше вот как бы метаний каких-то, чем реальность войны. тем откровенными у Зеленского в стране идёт война, геноцид украинского народа, поэтому здесь уж... Не, понятно, и Зеленский находится под постоянным давлением Запада, и это тоже очень важно. То есть, он очень часто несамостоятельен в принятии решений, может быть, и хотел сделать то-то и то-то, да, поэтому вот это лавирование, оно тоже является очень серьёзным политическим инструментом, и многие люди не справились бы с этим. Я отдаю ему должное, то есть, но, конечно, он в гораздо худших условиях находится, чем какой-то условный Сен-Дзен-Пин, но я просто говорю о влиянии, о том, какое влияние имеют люди в современном мире. И вот влияние Сен-Дзен-Пина, конечно, безусловно, и влияние Эрдогана тоже очень серьёзно. Давайте переместимся в недавние события, не могу с вами это не обсудить, уж говорили об этом, не переговорили, но всё же с вами ещё об этом не говорили. Это устранение Пригожиного. А всяческого версии, всяческого рода есть версии, теория предположения, теория заговора, Пригожин жив, Пригожин будет жить, непонятно. Но этот кейс в очередной раз подтвердил, что Путин устраняет любого рода конкурентов одним способом, это ликвидация. Есть ли у вас варианты, кто может быть следующим кандидатом на пост Пригожина? Ну, то есть на тот свет кандидатом? Данночьно, да. Очень многие могут быть кандидатами, но самый главный кандидат, который еще и до Пригожина был главным, Пригожин не был главным кандидатом, это Шойгу. Шойгу самый главный кандидат. Смотрите, ну, Шойгу агент влияния Китая, шпион китайский, который завербован был еще в 90-е годы, не было ни одного года, когда бы хотя бы десяток раз Шойгу не ездил в Китай. Он был первым, кто поздравил Сы Цзиньпина с назначением на должность. Он, когда приезжает в Китай, очень часто встречается с Сы Цзиньпином, у них неформальные отношения. Путин не может Шойгу тронуть, я думаю, хотел бы, потому что понимает, что это полное ничтожество, но ничто сделать не не может с ним. И поэтому, конечно, когда после Пригожинского пуча я высказал версию, что сейчас так называемые патриоты начнут убивать Шойгу, мне это было абсолютно невыгодно, поэтому я начал кричать об этом на всех углах, понимая, что и Шойгу, и какие-то спецслужбы, которые его охраняют, усилят бдительность, потому что нам не нужно ни в коем случае потерять Шойгу, но такой дегенерат возглавляет армию, представляете, вдруг его устранят и поставят кого-то, кто будет соображать, кто будет понимать, как, по крайней мере, действовать. Представляете, что есть в Шойгу, помимо того, что он министр обороны, это Кочбаб, который генераль, который просто любовница его. это финансисты, в которую в эту группу также входят его любовницы, которые просто расхищают все. Ну, то есть поставил бабу свою любовницу главным финансистом Министерства обороны, да что там, там грамма не сохранится, все унесут, ну что, даже если бы он хотел что-то сохранить, разве она ему даст такую возможность? Финансисты, которые являются его замами, то есть замминистра обороны финансист, как они воевать собираются, это во время войны. Другая категория, так называемые спасатели, те, кто с Шойгу работал в МЧС, не имеют вообще никакого представления об армии, ну может быть кончили какие-то общевойсковые училища там и теперь являются большими руководителями, то есть он там был летехой каким-то выпустился, потом ушел в МЧС, ну как может быть пожары тушить, он и знает, и то я думаю нет, скорее всего он знает, как деньги воровать из МЧС, а теперь он находится в Министерстве обороны. И танкисты, что еще хуже, даже еще хуже баб, понимаете почему, потому что, ну представьте, идет война, современная война, а там руководит танкист Герасимов, который везде расставил своих танкистов, но это все равно, что Вторая мировая война и какой-то кавалериста расставил везде своих кавалеристов, и они пытаются Гудриану победить шашками. Вот приблизительно то же самое, понимаете, и это все организует Шойгу, он организующий звено. Если этого звена не будет, все, конструкция разваливается, бабы улетают, воры эти улетают, какие-то приходят другие воры, они столько украсть уже не смогут, потому что система воровская не работает, танкистов этих нахер посылать, потому что они сапоги и дураки, и 5 минут достаточно поговорить, чтобы понять, что это дебил. Понимаете? То есть и все. Ну вот представьте себе, там Герасимов приезжает, я как-то в эфире был на украинском канале, и показывает, а вот что вы можете о встрече Герасимова там сказать в штабе там в Ростове, и заходит Герасимов, у него над головой провода висят, пыль какая-то, паутина, это штаб, я говорю, да это охренеть, Герасимов должен просто взять этих дураков и на пинках вынести, просто из-за одного этого, что там просто бардак, такой же бардак у них в головах, ну и вот представьте, этого не будет, то есть придут какие-то люди, которые могут наладить дисциплину, которые знают, как управлять войсками, кому это надо, нам это точно не нужно, Шойгу должен жить, и до того момента, пока мы его не повесим, взяв власть, понимаете, и я понимаю, что Путину он уже сильно не выгоден, что такие, как Гиркин, и Гиркина возможность из-за этого и посадили, да, конечно, подготовят на него покушение, и оно, возможно, произойдет в ближайшее время, то есть кто может это сделать, грушники могут сделать, они злые, как собаки, особенно те, кто находится в боевых подразделениях непосредственно войне, то есть получилось как, Путин вместе с Шойгу кинули в окопы, фактически, спецподразделения, ну то есть то, что сделал Гитлер в 44-м году, Бранденбург 800, то есть огромное соединение, которое люди говорили на бесконечном количестве языков, могли управлять чем угодно, могли Муссолини вытащить из плена, да, там и так далее, вместе с соцскорцени, да, то есть самолетами управляли, могли в оформленной одежде любого государства, Великобритании, США, Советского Союза, изображать офицеров, да, и устраивать там саботаж, фактически, и их нельзя было вычислить, потому что, ну, они очень хорошо играли свою роль, и вот таких людей, суперских людей, отправили в окопы, чтобы они просто стреляли из автоматов, пулеметов, и были пехотинцами, то есть какой-то мальчик из Гитлера, Югента, и офицер Бранденбург 800, они становились равнозначными фигурами, да, ну, и, конечно, их всех зачистили, от них ничего не осталось, потому что пули не разбирают, Бранденбург-то или мальчик из Гитлера, Югента, какая-то разница для пули или для осколка снаряд, точно так же поступили путинцы, Шойгу и Путин взяли своих спецназовцев, бросили под Киев, под Киевом они их оставили, то есть каковой не убили, то есть есть некоторые подразделения, в которых было по 90 человек, осталось 6, можете себе представить, вот я связывался с одним из людей, да, я не буду называть, они злые зубами щелкают, они ненавидят Шойгу, они там все что угодно, ну, как-то, я прошу их, чтобы они ни в коем случае не трогали Шойгу и так далее, вот, и вот грушники, десантники, помните, в свое время Тиму Холдову сорвали, он там неправильно говорил о Министерстве обороны и так далее в 90-е годы, представляете, как они сейчас ненавидят Шойгу, от них тоже осталось очень мало, да, тоже найдутся те, которые пойдут и добьют, то есть приблизительно та же самая ситуация, как с потерей Алжира, помните, очень хорошее произведение Форсайта, «День шакала», когда готовится покушение на Деголя, только для того, чтобы ему отомстить за вот то, как они считают, за поражение. Вот сейчас те, кто хочет отомстить за поражение Шойгу, таких много, это и Гиркинский, и Квачковский, но Квачковский, слава богу, почти все у нас, да, то есть в моей организации, поэтому они вроде как сняли этот вопрос, потому что понимают, что Шойгу нам более полезен, чем вреден, а вот ватные патриоты, так называемые, такие упулиные, конечно, они все хотят его крови, и не только, кстати, крови, Герасимову ненавидят, и я думаю, его могут прибить совершенно спокойно. Сейчас так обстоят дела, что нужны те, кто виноват, то есть они же не хотят понять, что они сами виноваты, что поддержали Путина в этой войне, это их вина прямая, они должны были противостоять силой оружия, того, которое им дали, они пошли зачем-то воевать с Украиной, с украинцами, нафига это было им нужно, непонятно. А теперь они говорят, вот нас половину там или две трети перестреляли, и это потому, что плохие Шойгу и так далее. Ну, может быть, не только поэтому, может, потому что украинцы хорошие еще, может быть, и поэтому их перестреляли. Ну, может, потому что не надо идти воевать на чужой земле и забирать чужое, чтобы у вас не стреляли, блин, извините меня, конечно, наши зрители, вы меня, ну, просто, знаете, эта тема, когда ты понимаешь, что к тебе пришли и начинают, мало того, шкачать свои права, еще убивать, насиловать и грабить, еще и представлять это, как будто тебя освобождают. Вы серьезно? Нет, у людей разная мотивация. Конечно, представьте, идут путинские, у которых там полный развал и шатание, воровство, пьянство, жуткие командиры и Украина, которая защищает свою территорию, свою землю и которая уже подвергалась насилию и понимает, с чем имеет дело. Мотивация абсолютно разная. Поэтому, когда эти придурки шли, они же, ну, вы же сами ее видели, они под Харьков ехали вообще с дубинками и в этих, в шлемах там с забралом, то есть они думали, что они будут народ разгонять дубинками. Их обстреляли, и там показывают фотографии оторванной жопы валяются. Почему жопы, я не знаю, как-то так сложилось, но вот эта оторванная жопа стала притчей в языцах, и те, кто рассчитывал, что их с караваями будут встречать, надо над калаш такой сделать, что Украина встречается с оторванной жопой. Вот вам, ребята, вместо каравая. Да, это же правда, что у них были парадные кители у всех с собой, которых их, в принципе, и похоронили, тех, кто сюда пришел. Напоследок, не могу вас не спросить по поводу Кадырова, будь он неладен, конечно, как и все остальные, но что уж сделаешь. Он тут давеча поразмышлял о своей смерти, ну, плюс мы видим, как он изменился в последнее время, и есть сообщения о его тяжелой болезни. Так вот, он пишет у себя в Телеграм, что готов выполнить любой приказ Путина, даже если итогом станет смерть. Да, я смогу скоропостижно скончаться, когда узнаю, что есть кто-то преданнее меня в вопросе уважения к нашему президенту. Это игра на публику. Действительно, Олег Адыров, по вашим данным, он действительно так сильно предан Кремлю и лично Путину, либо он таким преданным стал после ликвидации пригозом. Не-не, он всегда пытался доказать свою вредность, но целью было всегда получать то, что он требует. То есть, он говорит, я самый вредный, дайте мне столько миллиардов, дайте то, дайте это и так далее. Эта игра была всегда. Сейчас, ну, я помню, один из первых, если не сказать первым, да, заявил о том, что, возможно, Кадыров болен. Почему я это понял? Даже не из-за внешнего его вида и так далее, потому что, ну, он, наверное, лопает там от пуза, конечно, чем ему еще развлекаться. Он уже, так сказать, стареющий товарищ, раньше там у него женщины были, да, сейчас все, наверное, уже под занавес все идет. да, и он, обратить внимание, приехал к Путину, привез своего сына, тогда сына несовершеннолетний. Путин этого сына благословил, потом он этого сына женил, то есть, на Кавказе это очень важно, почему он женил несовершеннолетнего сына, чтобы сказать, что он мужчина, да, он вот меня заменит и так далее. Очень было похоже на то, что Кадыров смертельно болен и так далее. Но, я же понимаю, что Кадыров сам не очень умный человек, но у него достаточно умные консультанты, вот эти духовные отцы в шапках таких больших звездочетов, да, как всегда, когда они приезжают на какой-то путинский тусняк, с ними все фотографируются, они такие в зеленых, кафтанах, в таких шапках, в синих, такие звездочеты, очень смешно выглядят. Но при этом эти смешные звездочеты, не глупые люди, безусловно, то есть, они изучали и как бы вот приемы, так скажем, борьбы политической особые, да, и вот один из особых таких прием предполагает, что если у тебя все плохо, да, ну, это такая стратегема ущерба, а в Китае она есть, то притворись больным, раненым, умирающим, и все будет замечательно. То есть, ну, люди всегда хорошо относятся к тем, кто, так сказать, одной ногой в могиле. Поэтому, если ты выглядишь так и демонстрируешь, что ты одной ногой в могиле, то, по крайней мере, тебя убивать не будет никто. Ну, а какой смысл? Ну, смысл он-то. Все равно убьет. Да, поэтому, насколько Кадыров одной ногой в могиле, я не знаю, вполне допускаю, что он это симулирует, потому что умные люди и вот эти звездочеты сказали ему, слышь, давай, включай дуру, изображай из себя подыхающего, там будет больше денег, будет нервяк, потому что сейчас Кадыров подохнет, кто вместо него, вдруг с сыном не прокатит это, значит, будут накачивать, будут тебе ништяки давать, чтобы ты строил вот этот вот свой уход. Можно тут строить все, что угодно. и дадут по зубам фейсбешникам, которые все время на него пытаются там скалиться и прочее, прочее. Поэтому я не знаю, действительно ли Кадыров болен или он изображает из себя больного, но в любом случае ситуация у него не очень хорошая. Представьте себе, если даже он не болен, а изображает из себя умирающего, значит, это край. Потому что заставить Кадырова изображать из себя умирающего, там, мнимый, больной такой, это край. Это значит, там все очень серьезно и он воспринимает всю эту серьезность. Да, очень интересно наблюдать за этой банкой с пауками, за этим дурдомом. Вячеслав Вячеславович, спасибо вам большое, что нашли для нас время. Очень интересно было все-таки посмотреть на Эрдоган на эту сделку и его визит с другой стороны. Благодарны вам за то, что рассказали нам эту версию событий. Друзья, уверена, что вам есть о чем нам сказать в комментариях, мы всегда их читаем. Если вы еще не подписались, подписывайтесь на Униан, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь этим видео. Вячеслав Вячеславович, мы вам благодарны и ждем с вами новых встреч, потому что нам всегда есть что обсудить. Друзья, Вячеслав Мальцев и Талла Колотай программы Аргумент. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное, я тоже очень благодарен. Смерть тиранам, власть народу, слава Украине, до свидания. Героям слава, до побачени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова